Всем привет, друзья, на связи Кинза. 26 июня стартовал Лакорн Отскок с актерами, Мином и Пингом в главных ролях. Это спортивная мелодрама о парнях-баскетболистах, которые мечтают стать чемпионами. Уже вышло два эпизода и я хочу о них поговорить в рубрике Первое впечатление. Да, у меня есть такая рубрика. Ну а пока немного о проекте. Как я и сказала, Лакорн в переводе называется Отскок. В жанрах у нас спорт и романтика. Всего в проекте заявлено 12 эпизодов по 45 минут. Завершающий эпизод выйдет 1 августа. Из интересных фактов, это уже третья совместная работа актеров Мина и Пинга. До этого у нас были проекты Айза Паунаная и Мой милый бандит. Ну а также актер Мин в реальной жизни является настоящим баскетболистом и играет за два клуба. Поэтому, надеюсь, работать над этим проектом ему было по кайфу. Главные герои картины – старшеклассники по имени Рю в исполнении Мина и Дзен в исполнении Пинга. Да, парни в этот раз играют у нас школьников. По сюжету мы узнаем, что парни были близки в средней школе и, судя по некоторым флэшбекам, были больше, чем просто друзья. Они оба состояли в баскетбольном клубе, обожали этот вид спорта и горели мечтой стать чемпионами. Но в то время что-то произошло с Рю. Нам это еще предстоит узнать и пути парней разошлись. Сейчас же Дзен учится в одиннадцатом классе и по-прежнему играет в баскетбол. Он подрабатывает после школы на нескольких работах, чтобы накопить денег для бабушки. Рю, уже бросивший среднюю школу, тоже в настоящий момент продолжает играть в баскетбол. Но есть один нюанс. Он участвует в подставных уличных матчах, которые устраивает некий бандюган. И первая серия начинается с того, что нам наглядно демонстрирует, что дела у парней складываются не очень. Рю, как выясняется, недоволен своим нынешним статусом мальчика на поводке у бандита и не хочет по его указке специально проигрывать или выигрывать игру. Хотя, казалось бы, в этом и заключается смысл подставных матчей и Рю уже не первый день этим занимается, но сюжет пытается усадить его сразу на два стула. Он как бы повязан с плохими парнями, но их методы не уважает и как бы просто хочет играть в баскетбол. Да и деньги, думаю, ему тоже нужны. Но я надеюсь, что в дальнейшем мы узнаем больше деталей и причин, почему Рю вообще связался с этими парнями и почему продолжает с ними работать. Дзен тоже переживает не лучшие времена, так как его клуб на грани полного закрытия. Они проиграли очередной матч, а половину команды отчислили из школы за употребление запрещенных веществ. Ну и тренера до кучи тоже уволили. После этого директор выдвигает условия и говорит, что клуб продолжит существовать, только если Дзен и оставшиеся участники найдут новых членов команды, ну и тренера. Ну и конечно же покажут хороший результат в следующих играх. Ребята успешно набирают новых игроков и остается найти нового тренера. Благо сюжет вводит сразу двух полезных персонажей. Это девушка по имени Лин, которая за чувство вины присоединяется к клубу в качестве менеджера, и ее отец по имени Тон, который в прошлом тоже играл в баскетбол, но могу предположить, что из-за травмы и возможно каких-то других причин ему пришлось забыть об этом спорте. После недолгих уговоров Тон все-таки соглашается тренировать команду, но возникает новая проблема. У них нет тяжелого форварда. Это игрок, который будет забивать. И о какое совпадение, на эту роль отлично подходит Рю. Ну и как вы понимаете, вторая серия заканчивается сценой, где Рю присоединяется к команде, что означает, что он вернулся в школу и будет играть с Дзеном, как в старые добрые времена. Ну а теперь немного моих мыслей, впечатлений и наблюдений. Мне лично понравилось, что по сюжету главные герои уже были знакомы, и наша с ними первая встреча была не первая для них. На мой взгляд, всегда немножечко легче построить сюжет, выстроить взаимоотношения между персонажами, когда есть какой-никакой фундамент. Меня очень сильно выбесила ситуация в первой серии, когда Дзен наехал на Лин, потому что она публиковала видео с членами баскетбольного клуба, которые употребляют запрещенные вещества. И Дзен в этой ситуации, вместо того, чтобы обвинять своих сокомандников, возможно тренера, который не уследил за ними, он почему-то решил обвинить во всех бедах клуба именно Лин. Я понимаю, что этот конфликт нужен был, чтобы у Лин появилась причина присоединиться к их клубу, но мне кажется, что это можно было сделать каким-то другим способом. Босс-бандит, который стоит за организацией подставных матчей, простите, я не знаю, как его зовут, потому что даже на сайте не указано его имя, просто отвратительный персонаж. Вот, казалось бы, как сделать его еще более мерзким? Оказывается, просто добавьте щепотку домогательств. Ну, пока что только ловесных, но не ко всем, правда, персонажам. Потому что этот говнюк положил глаз на Рю и хочет с ним переспать. Персонаж Атом только появился, а мне его уже немного жалко, потому что все мы прекрасно понимаем, какая роль ему отведена, скорее всего. И мы знаем, что Дзен навряд ли выберет его. Поэтому тут два варианта, либо Атом влюбится в кого-то еще и построит свою любовь с ним, либо же он окажется мудаком, мы перестанем ему сопереживать и по итогу будем рады, что Дзен его не выбрал. Песня из заставки сериала просто кайф. По поводу актерской игры Мина и Пинга, пока что мне кажется, что она на уровне прошлого проекта. Знаете, вот не хуже и не лучше. А там дальше посмотрим. Мне кажется, у создателей какой-то фетиш на полуголого Рю. Пока что из всех персонажей мне больше всех нравится тренер Тон. Интересный персонаж и актер очень харизматичный и здорово играет. И мне кажется, что между ним и директором что-то есть. Ну а на этом у меня, в принципе, все. Пока что рано делать какие-то выводы. Если я забыла упомянуть что-то важное или интересное, не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Ну или просто, что думаете об этом проекте, будете ли его смотреть или нет. Ну а также не забывайте подписываться на канал, ставить этому видео лайк. С вами была, как всегда, Кинза. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok